Господи боже, как обычно начинается ремонт, когда я записываю ролики! И снова здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами снова Кристалл, продолжаем играть в разные игры! И сегодня, ребята, мы с вами вновь вернёмся в игрушку под названием Терроротек, которая вам так сильно нравится. И, ребята, позже серии мы с вами встретились о том, что мы уже дошли до лицензии Венчур, обустроили более-менее базу, но тут я в ней серии, конечно, её чуть-чуть доделал. Я доделал вот ресиверы, как видите, чтобы у нас побольше ресурсов можно было сюда закидывать, склад поставил, хотя, по-моему, на него тоже ресивер надо прицепить, но потом проверю, неважно, всё равно здесь офигища ресурсов пока что забирается. Это дело я немножечко прокачал, забрал вещи, которые валялись у нас раньше, потому что мне подсказали совет, что если у какой-то постройки есть кабина, то можно сделать вот так и отправить все вещи сразу в чёрную дыру, и это довольно удобно, на самом деле, поэтому буду этим пользоваться. Спасибо за совет, ребята! И у нас появились, наконец-то, новые товары уже, сейчас можно зайти посмотреть, сейчас я вам их покажу, смотрите, у нас есть теперь от Венчур вещички, которые можем использовать, то, что у нас есть задание на Венчур, которые сегодня надо будет собрать машинку от Венчур и пройти гоночку. Также всякие другие появились вещички, вот это вот интересно, что такое, фиброновые блоки всякие появились, родиусы, карбитовые, я вообще первый раз вижу это дело, не знаю, зачем оно надо, но, видимо, с этого можно получить какой-то ресурс для переработки потом. Также сам переработчик ресурсов я куплю ещё, надо будет сделать его побольше, потому что чтобы сразу несколько лент работало и начала переплавлять ресурсы, это довольно удобно будет. Но самое главное, ребята, это вот эта штука, которая появилась, раньше её не было, по крайней мере, когда последний раз я играл, а вот такой штукенции вообще не было, это у нас, получается, станция, которая вырабатывает ресурсы, автошахтёры, и мы такие сейчас покупаем с нами довольно-таки в большом количестве, чтобы зарабатывать с этого денежку, понятное дело. Так, сейчас только блоки обратно вернём на родину, увеличил количество батарей, кстати говоря, они у меня там спрятаны, теперь за вот этими барьерами. Так, вот это дело пока что поставим кверху, и надо будет поставить более нормальные сборщики, а то эти, эти, конечно, хороши, но такой временный вариант всё равно, надо ставить прям уже геошные, они самые крутые, конечно. Так, где у меня они? Геокорповские, вот эти мы с вами и поставим, они самые нормас, поэтому будем использовать их. Блин, да опять пролетел. Так, давай сюда, на эти времена, пока, ребята, я это дело делаю, вы можете поставить лайк данному ролику, так как чем больше лайков, тем больше роликов выйдет по терротеку дальше. Так, ладно, пойдём пока заберём ресурсы, которые там наштамповались, закинем их, потом поставим ещё автошахтёры, а потом пойдём выполним задание, наверное, корпорации Венчур. А потому что мне нужно сейчас заработать денежек, как видите, денежек у меня не так много, так, интересно, почему он не собирается, или типа... Так, ну ладно, сделаем так, 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 эй, отдай мне. Почему он не хочет забирать? Это типа склад ещё один, но он почему-то не хочет отдавать. Ладно, надо, наверное, реально склад ставить сюда, а не вот эти сборщики, поэтому так оно странно и работает. За что я, блин, там зацепился? Ядрить колотить. Так, всё, наконец-то я вылез. Так, сейчас заодно склад заберу. Можно маленький склад, можно большой склад. Давайте большой склад заберём, его там воткнём как раз. Думаю, что он там идеально впишется, а эти пока что на переплавку ресивер. Закинем ресурсы через ресиверы, и склад уже опять забрал барахло, которое не надо забирать у меня, пожалуйста. Так, и давайте сюда прицепим это добро. Это можно забрать обратно нам. Так, сюда, вот это здесь. И всё, сюда ресурсы будут складываться, а мы пойдём ещё купим парочку автокопателей вот этих, и там разберёмся уже. Так, что у меня там переплавляются ресурсы? Стоп, почему частично переплавились, частично нет? Потому что не успело обработаться, что ли? Так, надо бы ещё такой переработчик купить ресурсов, всё же. А то это не круто, если все ресурсы не перерабатываются. Это действительно очень и очень. Так, переработчик берём, берём. Так, и погнали его воткнём. Я на самом деле по-другому хочу это всё дело сделать, но давайте пока что вот так сделаем. Думаю, что такой вариант тоже может работать. Так, всё. Теперь три переработки. Думаю, что этого должно хватить, чтобы успело у нас переработаться всё туда, куда надо. Так, и где у нас находятся автокопатели? Эти автошахтёры. Так, и... Походу, из-за того, что список ресурсов обновился, автошахтёры пролетели, да. Потому что я их не вижу. Отлично. Блин, всего лишь одну автокопалку получил. Ладно, придётся следующего дня тогда ждать. Так, что у нас по деньгам? По деньгам довольно прис... Скудно-прискудно. Поэтому пойдём-ка мы лучше с вами добудем ещё баблишко. Где у меня там с вами буры? У меня где-то плазменный резак был. Давайте-ка его используем пока, чтобы по-быренькому распилить всякую, всякую, всякую руду. Так, поехали. Поэтому резак офигительно с этим справляется. Поэтому можно сейчас будет попилить. А потом, говорю, у нас задание, видите, 900 метров за 45 секунд пройти. И для этого нужна машинка по-любому. Адвенчур, а не моя вот эта вот, конечно, офигительная все дела. Но, сами понимаете, что на этой машинке особо не... Не посражаешься, скажем так. Зато у нас есть куча всяких крутых теперь... Юдрить колотить! Вот это там точило! Так, давайте-ка мы будем от неё подальше. Пусть у меня пока её крошат вот эти мои дальнобойные... Дальнобойные пушечки. Давайте вокруг его просто... Блин, офигеть! Он на самом деле очень жёсткий противник. Посмотрите, сколько у него всяких пушек вокруг него именно. Надо стараться... Опа! Мы ровно по центру ему напихали! Серьёзно? Ядрить колотить? Сколько ресурсов? Ребята, посмотрите просто на это количество ресурсов. Сейчас я это всё закину к нам в обработку. И будет вообще 10 из 10. Так, это какая-то мобильная конвейерная станция вообще, если посмотреть. Надо будет это всё собрать. Ну пусть пока валяется, потом заберу это долго всё перестраивать. Не хочу сейчас с ним заниматься. Так, давайте-ка это отпилим. Так, серьёзно? Я не смог это отпилить. Ладно, полетели. Я, кстати, только недавно узнал, что оказывается, когда в режиме строительства можно передвигаться. В итоге летающая машина получается такая. Забавно довольно. Интересно, в бою можно так летать? Если можно, то это ещё более забавно, чем я думал. Так, здесь где-то у меня камень был, которым неплохой ресурс находился, насколько я знаю. Сейчас посмотрим. Это он, не он? Нет, здесь один из камней вроде как есть с неплохим ресурсом. А вот мы его сейчас и получаем, вот эти серебряные камушки, текс и всё остальное также запилим. Потом это всё можно будет вроде как собирать руду или нет, нельзя будет, не знаю, так. А, давайте-ка на ресиверы всё сначала забросим. У нас тут дофига барахла, как-никак. Ну, ресиверов, как видите, всё же маловато. Надо бы ещё ресиверов, так как если собрать полные три склада, то как бы тут всё равно, видите, что получается. Надо сильно увеличить ленту. Давайте-ка, в принципе, этими займёмся. Ну, вот вроде более-менее. И теперь справляется. Единственное, что вот у меня склады почему-то начинают всё впитывать. Чё, не надо бы... Почему они так впитывают? Чё-то надо ресивер, видимо, всё же поставить. Так, ладно. Пока ресурсами занимаемся, можно ещё скататься. Там наверняка, кстати, автодобытчик уже собрал довольно-таки приятное количество наверняка. Поэтому погнали, посмотрим, что у него там, как дела. А, ну да, видимо, эта штука всё же не собирает, да, ресурсы? Или надо... А, точно, там же нужно сначала положить один ресурс, чтобы он начал собирать. Насколько я помню. Для того, чтобы он складировать начал. Так, могу я посмотреть? Нет, ну, блин, он долго будет добавить. Ладно, если чё, потом разберёмся с ним. Это не такая уж большая проблема. Тем временем сейчас у нас баблишка и попрёт. Потому что я сейчас вот эти камушки закинул. Ну, как видите, ресивер теперь должен вроде как справляться со всем наплывом ресурсов через наши вот эти штуки. Только склады, как обычно, фигнёй страдают. Так, нафиг эти склады убираю? Короче, они заколебали. Они не работают так, как я хочу. Вроде раньше проще было. Поставил и всё. А сейчас какая-то заморочка странная. Так, лид, я чуть не так начал понимать. Сработайте в штук. Кстати, у меня тут ещё конвейерные ленты. Надо их доставить. Но пока что у меня больше нечего здесь добавлять такого интересного. Поэтому пусть пока будет вот так. Так, ну всё, видите, все ресурсы переплавляются. Уже делаются в 233 бакса. У нас создаётся такая тема. Надо было бы ещё одну конвейерную ленту пустить, чтобы сразу в несколько ячеек заезжала. Но пока пусть так будет. Это более быстрый вариант. Так, ну что, давайте-то я сейчас соберу, наверное, скоростную тачку. Итак, ребята, в общем-то, вот такую машинку. Я собрал. Понятное дело, что ничего себе от слова она не представляет. Но она не должна быть офигенной какой-то. Это просто машинка для участия в гонках. Скорость у неё гораздо больше. Единственный вопрос к проходимости. Но это мы сейчас и узнаем. Я не знаю, какая там будет трасса. Поэтому сейчас добавим себе ещё пушечек каких-нибудь. А то так окажется, что она стоит нападёт. А у меня вообще никакого оружия этой машине нет. Хотя этого бы и нам и не надо бы. Так как машина тяжелее станет. Но что поделать? Не хочется столкнуться с кем-то и вообще никак отпор не дать. Так, надо тебя на... А, я не могу... А, нужна кабина с искусственным интеллектом. Ладно, надеюсь, что за это время ничего не произойдёт прямо катастрофического. Поэтому погнали, ребята. Потихоньку доедем сейчас до трассы. И надеюсь, что я её выполню достаточно быстро. А то бы не хотелось мне снова кататься по тысячу раз. А быстренько хочется пройти гоночку и уже радоваться жизни, скажем так. Мне ещё показалось, или вокруг деревья как будто всосались в землю. И либо мне показалось, либо реально таки было. Так, ну что у нас гоночка идёт, да? Так, ну ландшафтная местность вроде у нас неплохая такая. Поэтому не вижу проблем прохождений пока что. Но вопрос именно размера круга. Если он прям огромный, то, да, будут проблемы немного у меня. Так, ну пока что вроде неплохо справляемся. Главное, говорю, врага не встретить какого-нибудь. Самая жесть будет, если враг какой-нибудь попадётся. Мне будет вообще грустно. Такс. Ну, вижу, что там свалился один из ботов. Это крайне хреново. Надеюсь, что я успею обойти или как-нибудь что-нибудь придумать. Так, ладно, просто будут... Хорошо, что я поставил миномётные пушки, которые могут стрелять сами по себе. Вот так вот. Поэтому врага не завалят, если вдруг попадут куда надо. Всё будет хорошо. Такс. Ну, слушайте, я почти прошёл круг, судя по всему. Да, я успею уложиться в это время. И такая уж для нас оказалась твоей проблема. Всё, поздравляю, вы справились. Шикарно сейчас. На новый дроп прилетит. И что это будет? Уничтожьте вражескую засаду. Так. Там он всё ещё на меня агрессивничает? Блин, да чувак, да подожди ты, успокойся. Ладно, придётся сначала его завалить. Так. За счёт нашей скорости можем более-менее, конечно, что-то придумать. Так. Давай, 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 давай. Только не ломай мне мои колёса, они дорогие, блин. Точнее, недорогие, они у меня ограниченного количества, на самом деле. Вот о чём я хотел сказать. Всё, готов, наконец-то. Так, где там новые детальки, которые ко мне приехали? Что у нас тут? Это шасси, по-моему, да? Да, шасси, венчур, ну ладно, забираем с собой. Это я вообще без понятия, что это такое? Фейерверк? Серьёзно? Это как оружие или реально? Это реально фейерверк, лул. Так, это что? Это нож, видимо, виброклинок какой-то такой. Так. Высокочастотный виброклинок, да? Так. Высокая частота вибрации этого резьба уменьшает сопротивление при резьбе. Забавно. Так, сет прикольно. И ещё шасси у нас. Самолёт, конечно, я из этого не соберу, но... Хотя составные самолёты уже есть, но всё же этого не хватит, чтобы собрать самолёт. Ну, пока что вот такая вот машинка у нас странная. Поехали тогда к нам на базу обратно. Надеюсь, у меня там не заскучали мои ребята. Так, надо будет ещё посмотреть по квестам новым. Будет чё-нибудь или не будет. Но выглядит прикольно. Фейерверк это вообще топич, конечно. Патя-патя. Таких побольше бы собрать, вообще бы круто было. Так. Жалко я ресурсов никаких не накинул в свою машинку. Если бы ещё ресурсов добавил, сюда сборщик, точнее, какой-нибудь. Было вообще офигенно. Ну, ладно, пока что так. Так, такс. Переключаемся на нашу основную тачку. Такс. Сменить машину. Не знаю. Давайте пока отправим это в чёрную дыру. Так, всё, уходи отсюда. Так, и кто там... Кто там на меня напад... А, это наша база стреляет, понятно. Кто там припёрся? Ты чё там... Ты на чё вообще надеешься? Ты посмотри на мою машину. Куда ты лезешь-то? Маленький выпендрёжник приехал такой. Говорит, я, говорит, сейчас вам покажу, как надо играть. Так, чё у нас есть? Брыжок с трамплина. Блин, только избавился от машины. Оказывается, ещё один прыжок с трамплина нужен будет. Ладно, сначала пойдём выполним ТАГСОшные задания. Остального мы ещё с вами доберёмся. На базу могут напасть. Поэтому давайте-ка мы избавимся вот от того чувака, который где-то здесь прятался. Так, надо ещё посмотреть там по ресурсам. Кстати, собирается в склад на этот раз ресурсы? Да, господи, поверни ты камеру! Это чё такое-то? Так. Понятно, короче, там не собираются ресурсы. Лучше просто сборщик поставить обычный. Он нормально работает. Склад какой-то хрен знает как. Раньше всё просто. Раньше склад поставишь, он всегда собирал ресурсы. Независимо. А сейчас чё-то вот какая-то тема такая странная. Если чё, я очень давно играл в Терратег, когда он ещё там совсем сырой был. И склад, я помню, что работал гораздо проще. Чё, серьёзно, он ещё живой. Так, ну пушку я у тебя заберу, пожалуй. Вот это вот. Шикарно. Плюс одна пушка. Так, вражескую засаду мы ещё доберёмся. Тут сундук где-то у нас лежит, я смотрю. Так, сундучок меня интересует. Поэтому погнали за сундучком. Блин, ну надо зарядиться на самом деле. Так, давайте-ка немножечко я заряжусь. Зарядился более-менее, погнали. Ох ты, господи, чё вообще здесь происходит? Чё-то очень, очень много врагов на небольшом расстоянии друг от друга. Они там какой-то мега замес устроили. Но меня интересует сначала вот... Смотрите, ящик доставки. Да я иду к этому ящику доставки. Я смотрю на него. Я вообще ради него здесь и сюда и еду. Давай, где враги? Так, потя и... Сон, в смысле, просто ящик доставки, обычный, пустой. Это ж подозрительно как-то. Так, ну вон, как кто-то придётся сюда, но... Типа, чувак, у тебя даже шанса нет, чтобы меня хоть как-то помять. Ты мне можешь только батареи моей разрядить чуть-чуть и всё. Ну давай, умираю уже. Всё, один залп. Нет, всё ещё заживой, солидика. Его, по идее, гранатомётами закидать должно было, и он тут же должен был отъехать. Так, чё у нас тут? Прицеп появился. И ещё склад. Ну, я заберу. Господи боже, как обычно начинается ремонт, когда я записываю ролики. Тут какой-то мега замес, поэтому давайте-ка попытаемся в него вклиниться. Но я вижу вот ту машину, и она меня очень напрягает, скажем так. Она меня просто безумно напрягает. Посмотрите на размер этой тачки. Это чё за монстрила такой? Как её вообще убивать? Я полагаю, что если я его завалю, конечно, я получу не слабый приз, но... Охренеть. Я там за ту-то тачку 128 XP получил. Надо от него подальше держаться, чтобы он не припёрся и не напал на меня. Это чё-то... Это чё-то с чем-то просто. Посмотрите на его размеры. Так, давайте как-нибудь встанем так, чтобы нас не били, а мы обстреливали. Будет шикарно тогда. Так, чуть подальше надо встать, чтобы пушки попадали. Всё. Строительный блок... Точнее, строительного этого чувака мы сейчас размотаем. У нас, благо, артиллерия достаёт. Арта — это единственное моё спасение, получается. Я хоть как-то через неё могу. Все защитники базы повержены. Поздравляем. База ваш. В смысле, вот эта тема моя. А чё там вообще вронквей? А, это база! Это реально база! Офигеть! Это той... Она мобильная база или она... Нет, это просто огромная охренеть какая база! Что это вообще за монстр? Ребята, чё с ним делать вообще? Жесть какая! О-о-о-о! Ага! Нажмите, чтобы переименовать. Да это просто... Так, можно... Я... Можно назову это его так? Так, я думаю, отличное название для этой базы. Просто охренеть! Это ж чё вообще за монстрила такой? Ну ладно, допустим, я себе нашёл новую базу, на которой в будущем буду орудовать, видимо, большую часть времени. Так как я полагаю, что здесь всё хорошо уже автоматизировано за меня. Это чёрная дыра? Опа! Вот это вот я хотел. Это мобильная чёрная дыра. Мне она как раз очень даже пригодится. Так, давай, раскрывайся. Насколько я помню, это она, да? Так, колёсико. Мне надо ещё одно колёсико. Ну пусть всё впитывается. В принципе, здесь вон барахла столько валяется. Так, это чё у нас? Это у нас турбина для самолётов тоже, по-моему, или чё-то типа того. Турбинный пропеллер, обороты. Так. Ну, в общем-то, понятно. Мне эту штуку не надо. Ещё фиб... И вот ещё какой-то блок. Селестиановый какой-то там, короче, блок. Ладно, это всё барахло мы скидываем. Мне оно с собой не нужно сейчас. Пусть чёрная дыра этим занимается. О, миномёт. Вот миномёт я бы забрал, да. Миномёт и штука нужная для меня. Так, куда-нибудь подальше его поставлю, чтобы он всё же стрелять мог. Так, ресурс забираем. Так, чё там ещё валяется? Какая-то штучка. Чё это, лампочка или что это? Что это такое? Весёлая белая борода. Серьёзно, это борода? Так. Ну и борода. А это что? Это кроличьи ушки. Вы чё, издеваетесь, что ли? Серьёзно? Вот мне кроличьих ушек как раз-таки на моей машине не хватало, да? Так, ладно, короче говоря, чёрнодырь у нас есть с собой. Куда ты его прицепил? Ты чё, блин, делаешь? Так. И мега-ультра-супер-база у нас также присутствует. Я не знаю, чё он там делает вообще. Ну, я надеюсь, что скоро времени ресурсы вообще до куда-то там доедут. Такое ощущение, что она поломанная, не? Потому что никуда она не движется. Либо ей энергия нужна. Ну ладно, я пока с ней вообще ещё не буду делать. Это слишком страшная махина какая-то. Так, экс-махина просто какая-то. Лучше её не трогать. Как говорится. Зато экспы много получил. Вот это, вот это, да, это хорошо. Там, куда он обстреливает? Кого он там обстреливает? Иди сюда. Мне бы ещё нитро-ускорители и вообще было бы шикарно. Субтитры сделал DimaTorzok Так, заеду, не заеду на гору. Опять кто-то дерётся. Кто-то на меня. Слышь ты, ты не видел, какого братана только что развалил? Чё ты там пытаешься? Так, иди сюда, басон. Слышь ты, басон. Я тебя сейчас напихаю, басон. По полной анибалы. Так. Слышь ты, ещё и живой. Какого хрена? У меня, по идее, такие гранатомёты, что его должно взваншотить вообще. Я с одного нормального выстрела... Смотрите, как ты живёт, блин. Так, готов. Мне нужна вот эта штука была. Зачем? Затем, чтобы миномёт нормально поставить. Вот. Чтобы он стрелял выше. А то вот он стоит как-то не очень. И в итоге не стреляет туда, куда мне нужно. Так, найти хитрого майка надо. Блин, дайте мне уже доехать до хитрого майка. Чё вы тут насобирали свою бригаду и мне не даёте нормально жить? Не дают мне дышать свободно. Так, всё. Мы уже едем. Ой, там мега опасный противник. Смотрите, какой милашка там стоит. Ну-ка. Попаду. Да, я вот с такого расстояния сейчас развалю. Он даже ничего не успеет сделать. Так, можно ресурсики собрать. Коль мы дерево спилили, чё бы его не собрать. Смотрите, кто вернулся. Привет, Майк. Так, рад тебя снова видеть. Да, я тебя тоже. Подожди только немножко. Так. Я вот это заберу, пожалуй. Вот, всё. Хорошо. Так, подожди. Моя база опять поломалась. Можешь помочь. Поможешь и подключишь. Ещё увидимся. Да я не убегаю, подожди. Хотел закрепиться. Тэкс. Можем теперь выбрать, чё я хочу скрафтить, создать. Всё, поехали. На самом деле довольно замороченная штука вот этот фабрикатор. Потому что нужно прямо какие-то блоки именно ходить, собирать. Но если всё сделать грамотно, то офигенная штука на самом-то деле получается. Можно халяву практически блоки делать. Но они типа стоят недорого. Я не вижу смысла в том, чтобы крафтить именно вот эти блоки. Так, у меня ещё есть какие-то дела. Давай уже. Пока-пока-пока давай. Катись отсюда. Майк. Так. Всё, уходи. Дай мне базу собрать с собой. Всё, шикарно. Так. Чё, новый блок-то меня не пригонишь? Нет? Тележку какую-нибудь. Нет? Всё, всё, что он мне дал, это всё вот это, да? Ну ладно. Тоже неплохо с одной стороны. Надо будет пойти вот эти блоки нам уже переплавить куда-нибудь. Баблишка сейчас работает. Ну типа сто монет ради того, чтобы там ходить собирать какие-то ресурсы и сто монет получить. Ну это типа такое. Лучше вот этих напилить и за каждый камушек по 200 получить. Как-никак после переплавки. Со складом надо будет сделать. Склад будет нормально, точнее, сделать. И вообще шикарно будет тогда у нас всё. Так, гранатомёты вроде справляются. Единственное, что у меня задница плохо защищается в моём автомобиле. Ну что поделать? Так. Давай нормальные блоки собирай. Не, деревяшки. Деревяшки, конечно, прикольно, но мне нужны более ценные ресурсы. Так, всё, собрали там. Чё там? Кто там вообще? Пюфтер какой-то. Слушай, ты пюфтер. Я тебя напюфтюрю сейчас. Всё, молодец. Так, вот это мне отдай. Это хороший блок, который я с собой увезу, пожалуй. Так, разберитесь со шпаной. Ну, если так близко позадать... Нихрена, если там шпана огромная. Так, ну ладно. Вроде бы это гигантский какой-то танчелло, не? Или это опять какая-то база, которую надо дефить? Ну ладно, с этим-то мы разберёмся. Не проблема. Надо, правда, батарею зарядить. Ох, господи, сюда идёт огромный великан. Вот тот страшный. Так, ну ничего. Сейчас мы с ним разберёмся. Мне главное, чтобы миномёты начали попадать, блин. Самая главная тема, это попадание миномётов у меня. Если они не попадают, то как бы всё плохо. Если попадают, всё офигенно. Я же тебе дал приказ, куда стрелять. Попади ты и разбомби его уже, а? Так, мне просто не нужно, чтобы подъехал туда большой вот этот бугай. О, всё, готов. Так, теперь остаётся только с тем разобраться. Ну, в принципе, чё? Подъедем к нему поближе и расфигачим основную точку у него, да и всё. Там у него куча батарей стоит, поэтому рухнет он очень быстро. Блин, я, правда, у него крутые штуки отбиваю. Ну, чё поделать? Ну, куда ты поехал? Так, где моя чёрная дыра, а? Так, на, сюда ставься пока. Забирай барахло, а мы с этим разберёмся. Всё, готов, товарищ. Кабинка вон отлетела. И сейчас чёрную дыру туда тоже подсоединим. Так, спецдоставка летит к нам. Так, чёрную дыру забираем. По спецдоставку потом посмотрим. Сначала заберём кучу вот этих блоков. Просто офигительный автомобиль. Можно построить и всего этого добра. Автомобиль! Такс, всё, пусть собирается. И чё у нас тут приехало? Опять радар, который я ещё ни разу не пользовался. Штука опять ненужная. Крюк. Так, это у нас чё? Геотермический генератор. Но это, по-моему, получше, чем то, что у нас до этого падало. Потом их используем. Так, это лампочка. Сосисочка. Всё, больше ничего нет. Больше ничего вроде нет полезного. Так, все задания осыполнены, кроме прыжка с трамплина. До него сейчас доберёмся ещё. Так, это пока всегда установим. Поехали отдавать ресурсы. О, кстати, прыжок с трамплина. Но на моей машине точно прыжок с трамплина не сделать. О, кстати, у меня колесо отбили, по-моему, да? Тут же вроде колесо ещё одно было, нет? Или да? Вроде у меня было ещё колесо. Ладно. И так нормально. Да, по-моему, справа колесо отбили. Оно, видимо, торчало так прямо сочно, и что враги не выдержали не атаковать моё колесо. Так, кстати, скоро товар должен будет обновиться вроде как. Интересно посмотреть на новый товар было бы. Либо сгонять до другой станции торговой, но... Я не помню, где находится вторая торговая станция. У неё другой товар должен быть просто. Ну, не везёт мне пока на количество торговых станций. Стояли бы они все поближе, было бы гораздо приятнее и удобнее. Так, прямо, смотрите, каплюхнулся так рядом, когда вот именно я тут подъезжал. Забавный. Могучее мясо его зовут. У него, кстати, офигеть сколько пушек крутых на самом-то деле. Так, слушай, чувак, поделись-ка артиллерией. Я надеюсь, всю не размотал артиллерию у него, а? Так. О, это, кажется, миномёт, да? Отлично. Ещё один миномёт есть у меня. Чем больше минометов, тем круче. О, не-не-не-не-не-не-не! Назад! Ух ты, он не успел забрать. Чуть не отдал всё опять обычной торговой станции. Мне этого совсем не надо. Оно меня просто обкрадёт, и всё. Так, баблишка сейчас попрёт, ребята. Блю-блю-блю-блю-блю-блю-блю-блю-блю-блю-блю-блю-блю-блю-блю. Ещё мало отдал как-то. Так. список товаров у нас уже обновился оказывается вот оно как блин я только придумал что сейчас нормальную штуку сделаю ну ладно спойлеры всякие появились и того подобное самое главное появилась вот кабина вот это вот которая хотела то основная кабина от этих ребят правда один всего блоку их также опять же компания это немножко не клёво но чё поделать то колесики у меня с собой вроде как есть чё еще можно спойлер купить не знаю нафига он нужен но можно его взять и как обычно у меня сверлят поэтому ребят сорян что будет немножко посверливать в ролике но чё я поделаюсь и кого-то приперло ремонт как обычно делать трели соседы они везде как говорится так шасси колесо давайте колеса поставим надо прыжок сделать нам по идее прыжок наверняка не самый простой так и еще машину переворачивать как обычно так ландовать поменяем машину на точнее поменяем управление на свою машину так вот так вот спойлер можно конечно поставить как-то но зачем его так ставить смысла в этом 0 так спойлер ты чё делаешь вообще как ставишься поставьте нормально пожалуйста ей спойлер о так нормально блин еще бы один нормальный блок и все вообще шикарно было бы так что это за шарик у меня был шарик украшение синий шар забавно лол так а да у меня еще есть передний спойлер а ну то есть можно вот такой спойлер поставить да но он прям реально огромный но это для самолетов насколько я знаю это нам вообще особо не надо тык ну давайте тогда делаем чё уж получится век сюда сюда и тебя сюда все нормально будет на такой кататься а вот от скорости сет легко трамплин будет перепрыгнуть главное чтоб не занесло но в целом вообще должно быть все очень просто поэтому поехали попробуем выполнить задание по-быстрому на скорость вообще вам умопомрачительная бы сказал так главное не сдохнуть где-нибудь спойлер нас также ускоряет вроде как потому что по нему видно что шлейф такой идет ядрить ты колотить боже ты шмой ядрить ты ядрен ты батон так надо короче переключаться на основную машину так чё-то там песос какой-то приехал ты чё это вообще жесть какая приехала ко мне и у меня еще барона моя отлетела мои блоки атакованы ты понятное дело что атакованы такая хрена тень приехала так главное чтоб меня не раскрошило сейчас пока мы с ним воюем так давайте его распилим скорее где у него центр центральная часть ядрить колотить как блин не вовремя всегда приезжают эти твари так и вот на такую машину даже оборон оборонительных сооружений бы не хватило надо реально было бы что-то мега мощное строить так все отстаньте дайте мне выполнить квест на прыжок это максимально просто по идее но мне все время все сложнее так спойлер нас пока тащит все хорошо поехали надо быстрее доехать выполнить прыжок и быть уже довольным там прыжок-то изичный по сути блин еще б нитроускоритель был бы вообще шикарно но у меня пока его нет так я ведь выполню этот прыжок по сути ничего сложного ведь такс давай-ка скорость надо набирать на давайте наберем скорости побольше так все и поехали пошли я не знаю конечно стоит мне вот тот огромный спойлер ставить есть нем смысл какой-то или нет так ну допустим и да конечно да да прыгнул тут нужен какой-то более сильный усилитель и ускоритель лечит тип того ну бы у меня два таких вентилятора было проще просто взяли вот так вот их запустил и мы бы подлетели нормально но к сожалению не получается ну ладно ребята на это будем заканчивать данная серия была вам интересно если было интересно не забудьте поставить лайк возможно каждый ваш лайк уничтожает на одного дрель соседа в этом мире а на этом ребята все лайки подписки и колокольчики не забываем чтобы не пропускать ролики дальше